Ребят, всем привет! У нас сегодня обзорчик... Пустых бутылок? Ну, да, пустой бутылки, почти пустой бутылки. Объясню, почему она почти пустая, чуть позже. У нас вот обзор продуктов, и не только продуктов, и примерка одежды. Быстренько пройдемся, правильно? По привычным, захватим те, которые впервые покупаем. 30 минут обзор. И в конце обязательно покажу 4 новых кофточки. Я купила, кому интересно, досматриваем до конца. И увидите меня в новых кофточках. Вот так вот сделаем. Давай туда-то. Значит, привычные огурцы, помидоры, груши, два вида. Яблоки, бананы, лимончик, редисочка. Редисочка вкусненькая, с солькой. Прям красота. Салат. Увидели в магазине, зашли в ленту. Зачем мы зашли в ленту? Зачем-то, короче, что-то... Мы хотели в ленте купить одно, в результате накупили двух. Вот когда зашли, знаете, заходим вот так вот в ленту. Стоит гора такая, стеллажи сникерсов. Сникерсов мы вот такой упаковки не брали, наверное, года полтора. Мы год уже здесь живых не брали. Даже больше. Года два. Мы недавно буквально купили детям по штучке, да, сникерса. Ну, то есть... Ну, да. Буквально вот. Очень нам... Мы последний раз покупали в Иркутске. Года два назад вот такую покупали. Больше. По акции. Ну, примерно. Плюс-минус так, чтобы не соврать, знаешь, ненароком. А тут заходим. Акция 49 рублей. Боря так посмотрел на них, пошел мимо. А я знаю, как Боря обожает сникерсы. Он уже их не ел. Я же говорю, толком вот это больше двух лет. Ну, около двух лет. Так. За два года ты пару штук, наверное, да, съел. Ну, там чуть-чуть, может, где... Буквально вот это единичные случаи были. Не так, как раньше мы покупали каждый месяц по упаковке, да, и вот ели. Я так подошла, взяла. И он такой, ты что делаешь? Я говорю, балую вас. Сразу приехали домой. Все, он раздал. А-а-а, сникерсы, еще и целая упаковка. Ну, короче, мы просто перешли на шоколад, это более полезно. Уже по упаковке съели. Ну, я шучу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, чтобы уже раздали, короче. Ну, вот решили побаловать ребят сникерсами. Колбаску купили европейский. Мы сейчас берем сервелат. Нету вязанки, вязанка. 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 Сдулась. Сдулась. Да, на сервелат приходится вот европейский брать. Все-таки вязанкой ничто не сравнится. Но вот европейский более-менее вот тоже схожий. Взяли, купили детям разных йогуртов. Вот сейчас берем разные йогурты абсолютно. Дети, кто один любит, кто другой вид любит йогуртов. Короче, под каждого здесь йогурты. Сметанку взяли. У нас, кстати, в последнее время, может быть, вы наблюдали в обзорчиках или где-то на столе стоит. Молочка у нас магазинная. Так получилось, что я раз хотела молочко заказать, говорит, нету. На зиму очень мало было молока. То ли у них коров стало меньше, то ли что. Я не уточняла. Ну, короче, нету. Говорит, ну вот, все, ждите до следующей недели только. И у них там поднялась стоимость на молоко, поднялась доставка. Я говорю, Боря, будем мы, короче, сидеть снова на городском молоке. Поэтому купили сегодня вот эти. Тоже, пока добрались до обзора, у нас два дня было, не было в холодильнике молока закончилось. Два литра уже выпили. Мы купили пять патчек, чтобы вы понимали. Уже два лет. Боря такой доставательный для обзора с холодильника. Говорит, так где две пачки делись? Ну, мы же с тобой умяли. Тут же покушали. Ну, там вон стоит одна, я думал, что то наша, а то дети уже открыли. А, вот, да. Ну, короче, давайте так. Надо ее еще поставить. Она все-таки есть. И одну мы с тобой напополам распили. И там еще буквально кто-то и с нами. Вот это уже следующее. Ну, короче, поставим в холодильнике. Мы вот так в видеороле поставим, кстати. Чтобы не переливалось. Литровые все. Вот. Так что будет частенько у нас пока попадаться в обзорах именно такая городская, хотела сказать, молочка. Ну, по сути, городская молочка. Могазидная. Вот. Потому что, ну, очень дорогое домашнее молоко здесь. Мы вообще не были готовы, мы уже говорили, как сильно мы его искали. Пока нашли. А потом, короче, подорожали цены. И мы такие... Сейчас сколько? Сейчас сколько? 120? Рублей литр. Не, не помню. Он говорил последний раз, когда я хотела заказать. Ну, короче, вот пока... В общем, дорогое. Возможно, вы можете видеть в магазинную молочку. Вот. Капусточка. Обожаем мы морскую капусту. Я тебя перебью, прости. Здесь лососик я не вижу. Мы в Горохово брали 120 рублей трехлитровая банка. По 40 рублей литр. Да. А здесь 80 было зимой, когда... Осенью было. Осенью. Потом стало по 90, что ли, это такое. И плюс еще потом за доставку начали брать. Короче, по 100 литр. Литр. Да. Не 123 литра. Поэтому для нас это пока не подъем. Я, честно скажу. Мы еще яйца покупаем, потому что 120 как Горохово было. Яйца мы домашние берем. Да. Иногда, если домашних не было, зимой были перепои, мы прям яйца брали в магазины. Безвыходно было. Мы тому звоним, нету, туда звоним, нету, туда звоним, нету. Не несутся куры. А когда есть, мы домашний берем. Вот. Максим у нас уже есть все. Яйца, даже эту говядину ест по чуть-чуть. В супчике я ему где-то выловлю, тушеночку, где-то кусочек дам. Яйца куриные ест. Все ест. Курицу. Все отлично, короче. Перебили и не перестали покупать. Единственное, пока еще козье молоко только пьет. Да. Пока мы его на молоко именно не перевели. А так он твороги, творожки ест. Йогурты, все пьет. Ряженку, кефир, все пьет у нас, кроме молока пока. И вот не могу найти, я здесь очень не любили с лососем раньше. Ну, короче, вот такая капусточка. Так это же с лососем, это морская капуста с лососем. Я точно помню, что я брал ее в Киеве, в Билле брал. А здесь мы не можем найти такую. В сельпо брал, а здесь нет. Да, здесь вот только с лучком, с разными там, ну, короче. И интерпретация есть, но не такая, как мы раньше ели, к сожалению. Но приходится удовольствоваться тем, что есть. Нашим котикам взяли витоктив, это витамины для кастрированных котов и кошек. 120 штук здесь налога не хватает. Подкармливаем, потому что Аня уже начала траву носить домой. Я говорю, мама, так, если вы где-то увидите, извините, если вы кушаете рвоту котов после травки, вы, говорит, не обессудьте, я их подкармливаю травкой. Рвет ему такую, как пшеница, вот эту, ну, хорошую траву. Ну, да, они же едят. Рвет, они кушают. Но мы уже мечтаем, когда мы переедем, у нас снова коты станут свободными. Потому что они сидят в квартире почти год. Для них это, конечно, стресс тоже свой. Потому что когда кот привык, кошка у нас привыкли, и рык, и эти, к рыбку хотелось так ловить. Птичек ловить, мышек ловить. Птичек, мышек, да. Все время они носили, ловили, там кузнечиков сидят, еще траву, корешки какие-то там грызли все время. То сейчас, конечно, мы их на витаминах держим и все. Потому что они не могут ничего вот на улице нормального, да, взять. Мы, наконец-то, нашли квас. Мы, когда были на отдыхе, кто смотрел видео, где мы ездили отдыхать на майские праздники на реку, друг привез квас, вот такой. Андреич, я прям сфотографировала специально. И сегодня мы ездили по магазинам, я говорю, так, давай искать этот квас. Нашли в одном магазине, в этом, в Фудсибе, там есть отдел Бакалея. Как он, мини-маркет или что такое, так называется. Там он стоит по 65 рублей. Вот этот Андреич и взяли попробовать Благодей квас. Нам посоветовала одна, подожди, Сашу, мы тут видео снимаем. Посоветовала продавщица, такая хорошая попалась. Я говорю, есть у вас квас Андреич? Она говорит, есть. А я говорю, вот это что за квас? Она говорит, вот этот мне больше нравится, если честно. Вот этот стоит 85 рублей, это 65 рублей. По полтора литра здесь. Да, а здесь тоже полтора литра? Она говорит, этот вкуснее. Мы попробовали, это действительно в квас более насыщенный. Он прям хлебом отдает, ну прям хлебный квас. Этот, как больше бочковой, без хлебного привкуса. Поэтому, если пить сразу вот этот, а потом за ним сразу же, как мы попробовали вот этот, этот кажется безвкусным. Ну, в контрасте. Ну, это значит, как съесть соленый огурец, а после него съесть несоленый огурец. В контрасте этот будет вообще безвкусный. Но если есть отдельно, вот это, конечно, более нежный, более похож на тот, который мы в Иркутске покупали и так далее. На колчаковский. Да, только менее сладкий. Колчаковский прям совсем сладкий такой, прям класс. А так, в принципе, вот под него. А этот такой прям более сладкий, более насыщенный, более такой вот. Короче, каждый сосочек на языке отдается на этот вкус, но мне не нравится именно хлебный привкус вот этот. Поэтому тут на вкус и цвет товарищей нет. Мы детям еще дадим этот попробовать. Этот, видите, мы уже выдудлили. Две бутылки. Это вторая. Мы взяли вот этих и эту одну. А этот до этого мы еще не дошли. Хоть для обзорчика что-то оставили. У нас часто так, мы приезжаем домой, что-то быстро разлетается, что-то съедается, что-то начинается. И мы вам уже снимаем то ли начато, то ли почти пустую. Вот так вот. Уж простите, семья большая, тут, как сказать, клювами не хлопают. Быстро все разлетается. Ну так же говорят, и как это есть. Большой семье не с челкой. А, клювами не щелкают. Не хлопают крыльями, клювами не щелкают. Кефирчик вот такой взяли, купили. Этот, простокваша. Ряженьку. Обожаю в нашей семье ряженьку. Я умею готовить сама ряженьку. Но это длительный процесс с домашнего молочка. Поэтому мне сейчас точно не на готовке. Поэтому я же говорю, еще долго у нас будут появляться на столе. А, возможно, какие-то продукты всегда будут появляться. Ну, типа, йогуртов, которые заморочено для меня, конечно, делать. Особенно со вкусами. Если без вкуса еще можно, то со вкусами, конечно, со всякими этими. Дети любят вот такие йогурты. У каждого свои приоритеты, свои вкусы. Один у нас любит одни, другой другие любят. Ну, короче, приходится под детей, конечно, в этом плане подстраиваться. Ряженька, конечно, отличается. Домашняя и магазинная. Вот, поэтому какие-то продукты мы решили просто покупать и не париться, как говорят. Так, что у нас дальше? Сыр. Сыр мы берем твердый. Павел Палыч, да? Антон Палыч. Марка, это Антон Палыч. Это белорусское золото. Мы вообще приходим, у нас есть точка в Фудсибе, где вот продаются сыры самые дешевые. Вот идет, как так сказать, ряды с сырами. Ну, точки вот эти. И в одном месте одна цена, а в другом другая. Вот мы нашли, где самые дешевые. Где самые недорогие, а где те же сыры, разные цены. Да, и мы там как-то сразу их нашли, как только переехали, и у нее постоянно этой женщины берем. Так вот, мы приходим, у нее сегодня белорусское золото, а мы берем Антон Палыч на топленом молоке. А у нее несколько видов. Есть черный крас в топленом молоке, вот этот белорусское золото, там еще что-то, да? Ну, какие-то вот разные. Да, много их раз. И ты приходишь, какой из них дешевле, какой есть наличие и подешевле, тут мы и берем. Какой-то 745, вот этот 715. Какой-то был 780, да? За килограмм, это не за... Да, за килограмм. Не за это. Это у нас 4,5 килограмма. Ну, это на полтора месяца будет. Месяц. Мы его так аккуратненько отрезаем, чтобы весь его не трогать, чтобы он долго лежал, хранился. Боря там берет прям в рукавичках, чистыми руками, прям, чтобы нигде ничего, не трогать лишний раз. Чтобы не засеять его. Да, и прям отрезать, все остальное пакует, прячет, только он этим занимается у нас. Мы едим, он там кладет, вот все, что нам кладет, мы едим. А мы сами туда не лезем, потому что Боря ругается. Ну, вы знаете, когда вот его там, особенно если дети, где-то руки не дамыло, еще он начинает портиться очень быстро. Да, он сразу плесень цветет. Фу, себе! Мы, наконец-то, поздравьте нас, нашли свежее сало. Еще и с тонкой пленочкой. Нам нужно сало для рецепта для печеночного паштета. Там нужно чистое сало просто перемолоть. И хотим закоптить его и просто кушать. Мы сколько сала, и вот мы показываем. Ну, тут тоненькое вот. Ну, оно тоненькое, да. Она говорит, вы мне заранее звоните, мы записали телефон, я вам буду отбирать чуть толще, вот с того, что имеется. Я говорю, позвоните мне заранее, тоже жительство, как хорошо попалась. Я говорю, за дня три вы будете ехать ко мне и наберите я вам и беру специальный для вас. Вот. Она говорит, хозяйка сама так помолодежит свиней, и все. Она говорит, это мои продукты. И что я хотела сказать, сколько мы видов сала здесь перепробовали с разными вот этими специями, совсем. Не идет она нам. И у нас дети спрашивают, мама, где наше копченое сало? Нормальное толстое сало все или закопченное продают втридорого, или замаринованное, а вот свежего, свежего, толстого нету. Свежего только вот в чатах, я состою, но там большими партиями или очень дорогое прям продают. Вот это 50 рублей за килограмм взяли. Так мне какая разница, вот такое сало или вот такое. Я его закоптила, на вкус оно и на этаже. Порезала и мы съели. Какая нам разница? Да. Возьмем и закоптим. Так, и хорошо, переходим мы к дне продуктам. Купила я две пары себе колготок Конте 20 ден. Это мне нужно для выступления. Бегали, бегали, бегали. В результате в Ленте нашли. Более-менее недорогие. Вот. Ну, чтобы вы понимали, в других магазинах если вот такие колготки мы взбили по 180, да, по 200 с чем-то, то в Ленте мы нашли по акции за 119. А без акции такие же... 180, 170, 230 или что-то такое. Да, разные они там. Да. Насколько нам понравились вот эти блюда. Помните, да, они прозрачные. Кто смотрел предыдущий обзор, сейчас покажу. Я взяла вот в прошлый раз, купила вот такое блюдо. Еще раз покажи, а то я немного тебя срезал. Ага, спасибо. Вот такое блюдо. И в прошлый раз купила вот такое блюдо. В этот раз пришла, говорю, есть еще такое? Она говорит, нет. Говорю, закажите мне. И последнее забрала вот такое. А предпоследнее забрала еще одно такое. Думаю, пока есть, надо забирать. Понравились они нам, потому что они очень классные. Для блинов, оладьев. Ты так просветила. Слушай, как будто бы тебя светом резко так. Что хочешь. Пришли гости конфеты, печенье сюда выложить. Красивые. И под наш стиль посуды. А вот это у нас прям буханка хлеба, которую Боря выпекает. Булка. Булка хлеба. Прям вот так вот встает прям идеальненько. Прям идеальненько. Поэтому заказала еще одну такую. И что, переходим к одежде, получается? Да, тут все. Здесь мерить? Это нормальное освещение, да? Чтобы померить? Или в комнату пойдем? Не, пойдем в комнату. Давай сейчас сложим, пойдем в комнату. Или здесь? Давай здесь. Так вот, прямо я покажу. Ну, хорошо. Сейчас, короче, буду переодеваться, покажу, что выбралось сегодня из одежды. Это мы ездили в стокер. Я все ищу сегодня. Искала туфли, не смогла купить. Ремни снова искала, не смогла купить. Поедем мы на днях. Ну, не на днях, когда у нас будет время. Еще в одни места. Там на Китай-город поедем. Потом на Усинобродское шоссе поедем. Так это и есть там. Там Китай-город, а дальше ТЦ-дружба. ТЦ-зима и ТЦ-дружба. Поедем, кто у нас сибирский живот знает. На Гусинобродке. И потихонечку то шорты себе прикуплю, то еще что-то прикуплю. Я так показываю, показываю. Там, где видно, там обновки Тани или шопик. Вот эту кофточку тоже купила. Вот это все мы покупаем и потихонечку в таких видео показываем. Если вы видите в названии, знайте, что там я показываю то, что себе купила. Да, вот такую кофточку недавно себе купила. Тоже в обзорчике показывала. Классная очень. И потихонечку, потихонечку. Единственное, что мне сейчас еще шорты нужно докупить. Футболочек к шортам докупить, потому что это не совсем к шортам одежда. То, что я сейчас беру. Платье каких-то летних купить. Этих... Как же их так? Юбочек. В общем, что-то нужно потихонечку, потихонечку к лету покупать. Поэтому тут тоже договорились, Борей, через неделю поедем в Стокер в 2, в 2 в Новосибирске. Поедем в 1. Прямо целый день специально для этого запланируем. В 1 поедем. И вот в 2 поедем. Чуть немножко там за 2 недели обновляться эти одежды. И мы поедем. Все, давай, выключаем, запередеваться. А ну-ка, угадайте, что изменилось. Играем в игру, что пропало со стола. А ну-ка, угадайте. 5, 4, 3, 2, 1. Ааа, пропала вся молочка. Молочка вся пропала. Короче, вот такая кофточка. Пока, короче, я переодеваюсь, Борей тут потихонечку убирается со стола. Так что, с каждой кофточкой на столе будет убывать. Вот такая кофточка. У меня есть похожая. Сиреневая, то есть, только чуть-чуть у нее более насыщенный цвет. Это немножко бледноватая. Но, в принципе, этот цвет более-менее мне идет. Конечно, когда вот это ярко выраженное, лучше. Но, в принципе, это хорошенькая кофточка. Мне она очень сильно понравилась. Вот. А маловато для меня стала. А это прям сам это. Вот такая вот. Ну, что, дальше меряем? Угу. Вот такая кофточка. Вот эта цветовая гамма прям мое. Сиреневое, такое малиновое. Вот у меня платье такое. Ну, такое, короче, супер. Мне очень прям нравилось. Класс. Еще одна светлая футболочка. Ну, такая. Я сомневалась. Под шортики. Да. Сомневалась, брать ее или нет. Но, говорю, Борей, как раз под мои белые шорты, которые я в прошлый раз купила, она прям будет очень классно смотреться. По идее. Ну, взяла. Такое у меня было. Брать, не брать, брать, не брать. Иногда смотришь на это, думаешь, ну, вроде хорошо смотрится. Но, что-то не так. Вот картинку бы здесь чуть другую. Картинка смутила, но, в принципе, идет футболка. Думаю, не возьму, пожалею. Потому что, чтобы вы понимали, мы с Борей перемерили футболок 50, чтобы не соврать. Футболок и платил. И вот это вот мы 4, да, футболок 50 перемерили, за два захода мы мерили. И вот это 4 только выбрали из всего. То не так, то слишком большая, то маловатая, то какое-то растянуто слишком здесь это. То, как смотришь, говорю, бабка-параська. То, как вы там меня обзывали уже в этих. То, короче... Я не помню. Знаешь, лучше бы не одевали. А самое главное, классные вещи. И ты думаешь, слушай, ну, на ком же это смотрится? Оно тебе просто фу! Поэтому вот, ну, тоже так под сомнением было, но решили взять. Ну и наконец, наше видео, вот такая футболочка, простенькая. Тоже сомневалась, брать, не брать, брать, не брать. Вроде цвет подходит, вроде красный мне подходит, но она чистая, без ничего. А потом, слушай, ну сколько могу дома в черных ходить уже? Уже все, на меня никто не срыгивает. Тем более, за эти футболки 500 рублей, грубо говоря. Мы за все 4 футболки дали 600, 600 с чем-то. Я еще говорила по... А не 500 шейфер? Нет, 600 с чем-то мы отдали. Ну 600. По 150 рублей футболка, грубо говоря. Отлично. Это вообще, это знаете, три взял и четвертый в подарок, по сути. Ну и так. Три взял и три в подарок. Взял три в подарок. И думаю, я вот, и куда-то выйти в ней можно. В принципе, знаете, когда стирка сейчас лета, вот так вот. Одно раз, два одел и в стирку, два раз одел и в стирку. Поэтому футболок не хватает, чтобы ну, и комфортно было, и подходили и все. И дома буду носить. Потому что на черный я же перешла когда? Снова, когда этот... Максим Радичев. Я же после гениальной уборки перешла на светлые футболки. Да. Начала ходить во всем светлом, кто помнит. Потом узнала, что я беременна. Ходила еще в светлых футболках. Но когда родился мой слюнявый малыш, который срыгивал на меня каждый день, трогал меня грязными руками, я снова накупила, накупила черных, синих разных футболок и ходила в них какое-то время. А переехали уже сюда, уже ребенку два года, все, хорош ходить, черных футболках. Я их, конечно, дома буду носить, продолжать ее ношу. И даже в прошлый раз черный у себя такую купила, они красивенькие. Но уже нужно как-то разбавлять потихонечку. Там бордовая, там такая, там всякая, в общем. Так что красная еще одна футболка в коллекции у меня. Вот такие у нас обновочки, вот такие у нас покупочки сегодня. интересные, вкусные, сладкие, полезные и по мне. Под моим размером, так сказать. Все, ребят, пока-пока, спасибо, что были с нами.